Здравствуйте, товарищи! Я Вероника. И сегодня мы продолжаем с вами рубрику «Разговоры на кухне», где я вам рассказываю истории из своей жизни как художника, которые со мной бы ни за что не произошли, и, возможно, я бы хотела, чтобы они со мной не произошли, но я художник, и это случилось. Начну я с лайтовой истории, чтобы немножко разогнаться, разговориться. Вторая история — это та, которую я помнила на протяжении всего времени, когда я снимала эту рубрику, но я так не хотела её рассказывать. Просто шокопец. Но 2019 год заканчивается, и я подумала, всё, просто надо сбросить это со своих плеч, этот груз рассказать и уже не думать об этой истории, как и потенциально, возможно, рассказанной короче. Начну с лайтовой, и называется она «Как я работала за еду». Все, кто когда-то учился в художественной школе или в художественном училище, в художественном институте, короче, где-то, где есть педагог, который тебя прям наставляет, проверяет задания, советует что-то, все когда-нибудь делали наброски в транспорте. Самый удобный транспорт для этого — метро, потому что там много людей, часто они выходят, заходят, и при этом у тебя, ну, есть пространство, есть разные углы, да, куда можешь смотреть, потому что, например, в той же электричке, в принципе, тоже можно, но ты сидишь, и напротив тебя три человека, и сбоку там ещё люди, но на них смотреть очень палевно часто бывает. Вот, и вообще я люблю, конечно, эту игру «Поймай меня», если сможешь, в метро с натурой. То есть ты такой, особенно, знаете, особенно если какая-то классная внешность сидит прямо напротив тебя, ты такой тик-тик-тик, ага-ага-ага, делаешь набросок. Кстати, художникам очень на руку то, что сейчас очень многие сидят в телефонах, в транспорте, по сторонам не смотрят и не замечают, что их рисуют, потому что, как правило, когда человек замечает, что его рисуют, он, ну, короче, либо начинает тебе улыбаться, и ты такой, блин, заметил, либо он начинает почему-то быть недовольным, не знаю, какая разница. Напишите, вот, кстати, если вы не художник, напишите, почему вам могло бы быть неприятно, что вас рисуют в транспорте, не всё ли равно. Ну, в общем, неважно, лучше, чтобы тебя не запалили. Как правило, это и повод для знакомства в отдельных случаях. Метро самое беспалевное место, чтобы рисовать, короче. Да, и сидишь рисуешь, так поглядываешь, так-так-так. Вот этот момент, когда человек отрывает взгляд от телефона, в тот самый момент, когда ты на него смотришь, вспышка, как там, безумие, ваши взгляды встречаются, и ты такой, нет, 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 я не тебя. Ты подумал, я тебя рисую, я соседа. Начинаешь смотреть на соседа, потом так косишься всё равно на него. Если вы встречаетесь взглядами повторно, это, короче, ох уж эти наброски в метро. Ну и вот, история эта со мной произошла на каком-то из младших курсов, там, на первом или на втором, я тогда, может быть, даже на первом. Я тогда ещё совсем вообще, совсем вообще... Вообще! Ну вот, опять чихнула. Увернула. Не умела рисовать, и наброски в метро это было ещё страшно, потому что мало того, что человек тебя парит, так у тебя ещё нифига не получается, и ты такой, господи, только бы он не попросил показать, или не увидел, когда начнёт выходить из вагона, что-то там накалякал. В общем, очень нервный процесс. Я сидела, рисовала в метро, и напротив меня села семья с детьми. Вот, и я начала их рисовать, они там были увлечены разговорами между собой, и мне было удобно, да, то есть я рисую, и они меня не замечают. Вот. А потом в какой-то момент они всё-таки меня заметили, но это был тот редкий случай, когда они положительно отнеслись к тому, что я их рисую, и я как раз рисовала одну из их девочек. И они даже попросили так там, типа, Юля, не вертись, сиди, не дёргайся. И так вот всё совпало, что у меня и набросок этот, на мой взгляд, того времени хорошо получался. Сейчас я, конечно, не знаю, как бы я его оценила, я уже не помню, но вот по ощущениям было классно, и вроде как даже похоже. Вот. И это был вот тот редкий случай, когда ты всё-таки начинаешь разговаривать со своей натурой, так скажем. Они когда выходили, и я даже проехала свою станцию, метро с ними, я так увлеклась рисованием, что я проехала станцию, и они попросили мне показать, что у меня получилось, и попросили этот рисунок, вот конкретно этой девочке, им подарить. Вот. Ну а мне было так приятно, что они меня не шугались, не ругались, что просто дали спокойно порисовать, и у меня набросок получился, и всё такое, мимимими, и девочка такая хорошенькая, беленькая, такая куколка глазки, что я такая, да, пожалуйста. Вот. Что-то даже им подписала, не помню. Ну, вряд ли я там ставила своё имя, потому что у меня до сих пор такое, знаете, отношение к подписыванию своих работ, особенно на лицевой стороне, как-то немножко странно себя чувствовать, когда подписывать работу, я подписываю с обратной стороны, и, ну, как правило, я дарю работу кому-то из своих друзей или из семьи, и пишу, ну, как открытку подписываю. Вот. А подписывать работу с фронтальной стороны, мне кажется, как-то, не знаю, мне неловко, как-то слишком какой-то пафос такой, профессиональный. Не знаю. нормально смотрятся подписи Ренуара, Айвазовского, там, знаете, Репина. Свои работы подписывать мне как-то неудобно. Ну, и, в общем, да, я подарила им этот набросок, и они, то ли они мне предложили за него заплатить, как бы, сейчас я к своим работам отношусь, что, какие там деньги, вы чего. А тогда-то вообще это был, там, 10-минутный набросок. Тем более, я повторюсь, что была очень приятная сопутствующая обстановка. И я, конечно же, с них ничего не взяла. Вот. Но они ехали, видимо, с какого-то то ли мастер-класса, то ли, то ли это реально была любимая игрушка их девочки. Мне заплатили за мой первый набросок вот таким гипсовым вареником с гитарой. Сейчас я вам его поближе поднесу. Это была моя первая зарплата за мою работу как художника. Вареник с гитарой. Когда вы решили стать художником, подумайте, в общем, 10 раз надо, вам оно. Вот. Ну и, короче, прикиньте, я его уже храню. Получается, если это был первый курс, я его уже храню 7 лет. Это такое приятное воспоминание. Переходим ко второй истории. Я не знаю, как я вам ее расскажу. Кстати, да, пожалуйста, подпишитесь на канал. Если ты не подписан, подпишись. А если подписан, пошли это видео кому-нибудь из своих друзей, чтобы они подписались. Потому что такой стресс он должен быть чем-то оправдан. Давайте, пожалуйста, подпишитесь. Мне будет приятно. Дело было в институте. Горячо. Ну ладно, возможно, кому-то из вас эта история покажется плевой, но для меня это было... сейчас расскажу. Так вот. Очень много странных историй происходит, когда ты работаешь с натурщиками. Потому что натурщики, особенно те, которые позируют тебе для обнаженки, они очень часто люди необычные. Потому что, согласитесь, вряд ли совершенно без подвоха, так скажем, никакого внутреннего человек согласится позировать в толпе студентов без белья. Ну, с одной стороны, как художник, я к этому отношусь очень ровно. То есть, меня это вообще не смущает. И там среди друзей я, наверное, могла бы тоже среди подружек попозировать если уж разойтись. То есть, ну, как бы это нормально. Но почему-то всегда натурщики обнаженки, они с каким-то приколом. Ну, вот просто это факт. Без всяких. Просто факт. Ну, это был какой-то курс. А, это был не наш натурщик, это был натурщик курса на год старше нас, ребят. Вот, но поскольку наша кафедра, она очень такая тесная, дружная, людей у нас учится мало, и мы все как один большой курс, можно так сказать. Так, что-то кадр съехал, походу. Так, вот так. Much better. Короче, когда старшекурсники рисуют, это, ну, все у тебя на глазах тоже все это происходит, в какой-нибудь соседней аудитории, и на перерывах вы все общаетесь, и натурщика ты тоже этого знаешь. Очень часто натурщики переходят из года в год одни и те же, и там, не сегодня-завтра ты будешь с этим человеком работать тоже. И у них, значит, был такой натурщик, молодой человек с милированными, по-моему, волосами, или это я уж привираю, ну, в общем, такой экстравагантный у него были какие-то... Короче, сейчас, простите, пожалуйста, еще такой момент, вот девушки на обнаженку позируют как бы совсем без одежды, а для мужской натуры есть такое правило, что они позируют в специальном белье, которое выглядит... простите, если вас такие разговоры смущают, которое выглядит как веревочки и носок. Вот, и значит, у этого чувака, у этого натурщика был целый комплект этого белья для позирования то в леопарде, то какой-то красный, в общем, он прям кайфовал, ему нравилось позировать. Перерыв в позировании, мне что-то надо было в этой аудитории, где шел сеанс рисунка, я там то ли свою работу искала, то ли у меня тоже был перерыв, и я просто зашла пообщаться. Этот чувак ко мне подходит. Повторюсь, это был какой-то младший курс, наверное, я была на втором, то есть, мне было лет 19, и сейчас я, может быть, к этому бы отнеслась, не знаю, тогда для меня это был прям вообще типа, что? Вот это поворот. Ну, в общем, что-то я искала в этой аудитории, и этот чувак ко мне подходит и говорит, слушай, у меня есть такая традиция, я везде, где позирую, фотографируюсь с антиноем. антиноем, это вот такая вот башка, статуя, античная, и, в общем, там такая история, что жил был, значит, юноша, очень красивый, и он был любовником императора, и потом, когда он переправлялся там через какую-то речку, он утонул, и император так скорбел, что приказал скульптору сделать вот этот скульптурный портрет этого юноши, и, ну, в общем, теперь все художники рисуют голову антиноя. И, значит, этот натурщик мне говорит, я везде, где позирую, фотографируюсь с антиноем, у меня такая традиция, можешь мне, пожалуйста, щелкнуть? Я такая, без б, пожалуйста, давай. Я даже как-то, ну, не соотнесла историю антиноя с этим чуваком в леопардовом носке, ну, то есть, он мне дает телефон, типа, пофоткай. Я такая прицеливаюсь камерой, и он, короче, начинает с этой статуи целоваться. Я просто стою, передо мной голый чувак, который целуется со статуей, и мне надо это фотографировать. Я такая, тык-тык-тык-тык-тык. И сейчас, знаете, это был такой страх, что, а вдруг сейчас там будет что-то не в фокусе или засвечено. У меня тогда еще не было телефона такого, сенсорного. Я очень большой период своей времени вообще говорила, нафига мне нужен смартфон, если у меня телефон для того, чтобы звонить. У меня был ноутбук, которым я пользовалась там, типа, в общаге, а телефон у меня был кнопочный, просто кнопочный, чтобы звонить. И как бы с камерой телефона я могла накосячить. И я такая, о нет, если сейчас тут будет что-нибудь не так, он меня попросит это сделать еще раз, я не переживу. Вот. И, короче, да, он тот самый провела я такую фотосессию лавстори, ему трясущимися руками отдаю этот телефон, такая, все, все, я пошла. Тогда рядом со мной была моя одногруппница, она так надо мной ржала, потому что, потому что она, она была постарше, и она просекла, она вот что-то, она что-то почувствовала, знаете, видите, что, сейчас что-то будет, и он как бы протягивал нам телефон, вот, и она так как-то типа, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, а Вероника, добрая душа, да, конечно, я тебя сфоткаю, вот, это у нас был потом прикол до конца На учебу просто она мне этого антиноя припоминает до сих пор. Если для вас это был бы не стресс, напишите об этом в комментариях. Типа, Вероника, что ты вообще из мухи слона делаешь? Подумаешь. Я к такому не была готова морально. Все, я облегчила свою душу. Эту историю я вам рассказала. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь, пишите комментарии. До новых встреч. Просто всю ночь спала на пигудях. Чтобы вам было приятно меня смотреть. Мы с Вереником желаем вам хорошего настроения. Так хорошо сижу у батареи. Тепло. Фонарики. Сейчас воскресенье. И мне надо ехать на работу. Вот она, жизнь художника. Вот они, истории из жизни художника. Кайф. 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 Будь здоровы.